И вот только сейчас готов к эфиру материал о стихии в Черкасской области. Как перенесли ураган жители региона, расскажет Станислав Кухарчук. Сегодня двор Золотоножской райбольницы больше напоминает линию фронта. Поваленные деревья, разбитая крыша и осколки черепицы. С утра в клинику поступило более 20 пострадавших. Десятерых госпитализировали с тяжелыми травмами. Среди них четверо детей. У большинства пациентов сотрясение мозга ушибы. Многие даже не успели понять, что произошло. Вышла на улицу, облако такое нашел. И сразу загудела, загудела. И я потом уже дерево, соседское дерево, орех, упал на меня. И я ничего не помню. Улицы райцентра усыпаны поваленными деревьями, электроопорами. А десятки, если не сотни домов зияют дырами в крышах. Стихия, обушевавшая всего 10 минут, сносила все на своем пути. Вот уже сутки местные коммунальщики пытаются ликвидировать ее последствия. На помощь им вышли и горожане. Учитель географии Андрей Сытник уверяет, такие ураганы не характерны для Украины. По крайней мере, подобного не видели даже местные сторожили. Буревиз в два порыва пройшел. Первый порыв сдвинял легкую пиляку, а второй порыв была просто черная буря. Если в Соединенных Штатах, например, там постоянно трапляются эти тормады, смерти. А у нас такого не бывает. Пока взрослые разбирают завалы, детвора играют на площадке в детском парке. Уцелело здесь не все. Машинка поломалась, аттракционы. Вот все, вот все. Под удар ураганов в Черкасской области попали 6 районов. Около 200 населенных пунктов оказались обесточены. Пострадали, по предварительным данным, 48 человек. Больше всего досталось именно Золотоноши и близлежащим селам. С вечера в городе прекращена подача воды и электричества. Мобильная связь работала с перебоями. Коммуникации понемногу восстанавливают, а вот убытки даже приблизительно почитать пока сложно. Все избытки, которые будут подрахованы комиссиями, будут направлены на центральный уровень с тем, чтобы отримать деньги с резервного фонда. Важно говорить, потому что вот нещодавно был в господарстве в Чернобаевском районе. Одне господарство имеет уже избытки на 40 миллионов гривен. Ближе к вечеру в Золотоношу подали воду. Когда в городе и районе появится свет, энергетики пока боятся даже прогнозировать. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, Виктор Ткачук. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.